Эти бараки на улице Перелетной в свое время должны были стать так называемым маневренным фондом. В 90-х сюда поселили сочинцев с прибрежных улиц Амеретинской низменности. Их дома пострадали после сильного шторма. Но перестройка, а затем кризис отложили вопрос о предоставлении благоустроенного жилья вплоть до наших дней. Рубен Арутинян один из тех, кто уже переехал с улицы Перелетной. Причем в другой район, в Хостинский, на улицу Фабрициусе. Вместо одной квартиры в 70 квадратов муниципалитет дал ему две примерно такого же метража. Конечно, не поменял шива до мыла. Здесь мне вполне все устраивает. И район, и место, и все остальное. С улицы Перелетной муниципалитет должен переселить 44 семьи. Правда, некоторые жильцы бараков еще не определились с выбором варианта для переезда. Одни не хотят менять район, других не устраивает квадратура в новых квартирах. Хотя по закону она зависит не от количества прописанных в квартире, а от площади изъятого жилья. По мнению законодателей, это полностью исключает возможные спекуляции в данном вопросе. Жители, которых мы будем переселять, знают, куда они собираются переселяться? 66 граждан уже знают, уже есть и отказные. Надо разъяснять им закон Российской Федерации, разъяснять им о том, что обращение к суду ни к чему не приведет, потому что закон предусматривает, что если есть аварийный дом, мы обязаны переселить в границах муниципального образования и на ту площадь, которая у него была в этом аварийном доме. Это первое. И второе, нужно как можно больше провести разъяснительные работы. Люди должны понимать, выше закона мы не прыгнем. Закон суров, но он закон. На сегодняшний момент у нас уже заключены муниципальные контракты по 66 квартир на приобретение. Значит, первые 50 квартир мы уже можем гражданам предоставить. Примем муниципальную собственность. Это уже в мае, в середине мая. Значит, в середине июня 16. И до конца июня мы оставшиеся 33 квартиры приобретем. Задача поставлена. До 1 декабря работу по переселению на этот год в Сочи закрыть. Это значит, что 97 семей вскоре исправят новоселье. Возможно, некоторые из них получат квартиры в одном из этих домов по улице Альпийской. Две многоэтажки почти готовы. Завершается внутренняя отделка. Еще две высотки на подходе. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.